А вот днепровские депутаты обвиняют в коррупции секретаря Гурсовета и председателя бюджетной комиссии и требуют лишить их должностей. По словам избранников, из городского бюджета чиновники вывели более полумиллиарда гривен. Подробнее о коррупционном скандале в следующем материале. Активисты громадского контроля за тендерными торгами в области следят с 2015 года. Говорят, закупкам, которые проводит Гурсовет Днепра, уделяют особое внимание. Чиновники умудряются заказывать товары и услуги на миллионы гривен, завышая их стоимость в десятки раз. Свежий пример – компания «Мегалинк» должна провести интернет-школы, где он уже есть. Интересно, что конкурс выиграла необычная фирма. Как выяснили активисты, непосредственное отношение к ней имеет представитель самопомичи – секретарь Гурсовета Вячеслав Мишалов. Фирмы, которые принимали участие, в той или иной форме связаны с господином Мишаловым. То есть либо у него там были доли, то есть прямая связь там прослеживается. Проведение интернета в школы не единственное, на чем зарабатывали чиновники. Они решили реконструировать новый мост, который находится в аварийном состоянии. Выделили 82 миллиона гривен. И, видимо, по стечению обстоятельств тендер выиграла компания отца секретаря Гурсовета. Почему так получилось и как это все происходило? Во-первых, все тендеры прописывались под те фирмы, которые выгодно и принадлежат Мишалову. Весь этот скандал начался еще месяц назад, тогда сам секретарь Гурсовета ни родственных связей, ни коррупционной составляющей не видел. Дескать, строительная фирма отца выигрывает исключительно благодаря многолетнему опыту и репутации. О том, что невиновен, Мишалов заявил и сегодня. Я готов предоставить четкий, подкрепленный необходимыми документами фактаж, способный уничтожить политические карьеры тех, кто так ими дорожит. Сейчас мы собираем все факты. И очень скоро на пресс-конференции в Киеве я их озвучу. Всего за прошлый год, посчитали активисты, из городского бюджета не по назначению ушло более 500 миллионов гривен. Документы с доказательствами коррупционных схем депутаты передали в НАБУ. Также просят местные прокуратуру и полицию провести проверки. К мэру Днепра у избранников особое требование. Мы призываем мэра немедленно собрать внеочередную сессию, для того, чтобы снять с постов Гурсовета секретаря и главу бюджетного комитета, так как даже родная партия их признала коррупционерами. Очередная сессия Гурсовета запланирована на 12 апреля. Если вопрос об отставке не будет вынесен и рассмотрен, депутаты обещают бойкотировать сессию. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер.